В мегаполисе подвели итоги проекта «Городские цветы», организованного управлением общественных связей мэрии Новосибирска. 40 активистов из разных районов осваивали методы озеленения дворовых территорий, а затем применяли полученные знания на практике в собственных дворах. Научили именно использовать правильно цветы, кустарники, правильно обрамлять клумбу. Говорим мэрии спасибо за то, что она предоставляет такое обучение в таком возрасте, это очень важно для людей, для озеленения наших жилмассивов. Конкурс посвящен 20-летию территориального общественного самоуправления Новосибирска. Один из участников конкурса – двор Патитова 196. Каждая деталь продумана и вместе они образуют единую композицию. Вода – это движение, чемоданы – это накопленный опыт. Мы специально искали их. 64-го года выпуска. У бабушек в закромах, на дачах. Они даже с ценниками там есть некоторые. Проект «Городские цветы» берет свое начало с прошлогоднего фестиваля цветов. 14 проектов цветочной композиции, созданных во дворах, в рамках проекта претендует на звание лучшего. Можно, конечно, выйти каждой бабушке, посадить по цветочку и по кусточку, да? А мы учили так, как надо, как положено. То есть провести зонирование. Это зона отдыха, это зона активного отдыха, это зона тихого отдыха, это спортивная зона и так далее. Инициативу активистов ТОС поддержало Управление общественных связей мэрии Новосибирска. Подводит итоги конкурса на базе дачной академии, там же, где активисты ТОСов проходили обучение. Нам уже дают поручения сами активисты для того, чтобы мы организовали больше конкурсов. Каждый год новые идеи, новые подходы, новые сорта и культуры приходят в наш город. На память о конкурсе остаются не только дворы, утопающие в цветах, и благодарственные письма. Из стен дачной академии выходят подготовленные и аттестованные специалисты, которые теперь сами могут быть консультантами и наставниками в своем районе города. Станислав Блинов, Алексей Зубило, Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok